Мы из СВО плавно въехали в Большую войну. Силы обороны Украины официально сообщили о том, что мы вышли из Угледара. Для того, чтобы избежать окружения, понятно, что была такая возможность, был такой риск. Понятно, что они прошли по флангу. Понятно, что этот город мы защищали два с половиной года, и они его полностью уничтожили. Один из многих когда-то русскоязычных городов Донбасса. Следующая Курахово из больших городов. Географию мы все прекрасно понимаем. Тут честь всем воинам, которые защищали и защищают украинскую землю, независимо от конкретного рубежа, конкретного окопа. Но я хочу обратить ваше внимание, что, казалось бы, такой успех российской армии, а там, в смысле, болото. Как вы видите по стонам, они совсем не рады. А не рады они по той причине, что понимают, что Угледар – это не конец войны. И тут какие-то странные такие тезисы начинают звучать о том, что они не то что примирительные, хотя и такое тоже есть. А тезис главный, что СВО нужно быстрее заканчивать. И они находят этому объяснение почему. Потому что, ага, Украина будет получать поддержку, мы будем воевать, мы будем защищаться. И мы можем изменить ситуацию глобально на фронте. И об этом они там говорят. То есть, смотрите, эти же слова «мы влезли в большую войну» – это говорят ультра-адепты Путина, которые по большому-то счету говорят вслух на кремлевские деньги. Дед, куда ты нас втянул? Ты очень много говорил, это очень правильная мысль, которую надо повторять, повторять и повторять. Без мобилизации общества мы победить не сможем. И два с половиной года войны это очень наглядно показывает. Потому что мы хорошо воюем, но мы воюем уже два с половиной года. Такое ощущение, что праздничного настроения на болотах нет. И у нас нет праздничного ощущения, потому что впереди много у нас испытаний, труда, налишений, зима в конечном итоге. Но я вот чувствую, что есть один способ улучшить настроение российским пропагандистам. Ну и, возможно, в некотором роде прочистить им мозги. Как говорили в одном известном фильме, сначала его мордой давали, а потом можно и пожалеть. Да, то что такое вариант. Нет, жалеть никого мы не будем. Они заслуживают только одного. Да. Вот этого. На него надо потратить 25 рублей на стоимость патрона Макарова. Ну да. Причем без исключения. Все тем, кто звал в Украину войну, кто ее поддерживал и кто теперь немножечко поскуливает. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. Так вот этот вот тезис, что слишком долго и что мы можем не победить, после захвата Угледара, кстати, он какой-то, ну, стал модным там, на болотах. А что случилось? Специальную военную операцию нужно как можно скорее заканчивать. Не в смысле отступать. И не об этом. Нужно заканчивать быстро. Не надо говорить, мы еще не начинали. Все. Уже пора заканчивать. Иначе это точно до добра не доведет. Уровень эскалации повышается автоматически. Это инерционный процесс. Его никто не регулирует. Его никто не держит за штурвал, извините. Он не на поводке находится. Он сам по себе. И от того, что мы будем тянуть, ну, ситуация к лучшему точно не изменится. Уверяю вас. Так и хочется, кстати говоря, я вчера даже у себя в телеграм-канале написал, крикнуть и написать «нет войне». И сейчас это даже уже не будет каким-то немодным, непатриотическим, кстати говоря. Еще одна российская фашистская радиоточка, которая работает за деньги Кремля. Тоже говорят «нет войне». За это два с половиной года назад его бы просто публично бы нараспяли. А теперь уже нормально. Нужно заканчивать быстро. Быстро. А почему? Потому что Украина, а, не сдается и не сдастся. Потому что Украина была, если будет. И, внимание, это они понимают. И еще раз. Тут рисуют такие, ну, очень грустные прогнозы. Еще раз. Я не хочу искать здесь какую-то сладкую пилюлю. Потому что много наших военнослужащих, солдат, офицеров погибло за эти два с половиной года. И угледарь много забрал жизней. Это все понятно. И да, хочется думать о итогах этой войны. Так вот, кажется, вот правда, что не все так плохо, как может показаться. Только вопрос в том, что вот этот вот, не знаю, оптимизм, он же базируется на большом количестве трагедий. Трагедий украинцев. И, конечно же, за это никого никогда прощать нельзя. Я напомню, что через два с половиной года произошел уже перелом на фронте, в Великой Отечественной войне. Мы уже начали, так сказать, давить немцы и идти освобождать огромные наши территории, занятые ими. Понимаешь? Мы сегодня пока не прошли еще даже всю территорию Донбасса, который мы должны были освободить. Понимаешь? И это во многом связано как раз с тем, что мы не ведем войну, мы ведем специальную военную операцию. И это вот как раз вещь, которая, на мой взгляд... А с нами воюют. В общем, воюет не одна страна, воюют с нами 50 стран. Если бы с вами воевали бы 50 стран, то на Рашке бы уже не было бы. Вот правда, ее бы просто сравняли. Москва была бы похожа на Маренко, на Маренко, и это было бы справедливо. Но воюем только мы. И, опять же, война такой интенсивности, и так, как она ведется, во многом обусловлена той военной помощью, которая нам оказывается. И да, Байден экономит на ракетах и на бомбах. Это все правда. Но он же может и перестать экономить. Плюс мы, как бы там ни было, ну вроде сшевелимся. Есть некоторые успехи. Я не знаю, сейчас руководство Украины постоянно говорит о том, что вот наша ракета куда-то полетит. Нептуны уже летят. Мы говорим о других ракетах. И тот, кто знает, знает, о чем я говорю. Но даже так, речь идет о создании неядерного щита сдерживания. Именно такого. То есть то, что будет лететь из Хрящатика непосредственно по бункеру Путина. Вот об этом идет речь. Но это вроде как план. А война идет здесь и сейчас. И поэтому они грустят. Потому что он говорит, что перелома нет и не будет. Несмотря на угледар. Хотя, опять же, география. Есть ли там в поле укрепления или нет, понятно, что мы сильно сейчас отойдем. Отойдем в сторону Киева. А куда еще? Это Украина. У нас все дороги ведут в Киев. И тут искать какие-то хорошие новости не надо. Надо рыть окопы, бетонировать их и убивать российских захватчиков. Чтобы у них вот это вот настроение, такое как сейчас, было всегда. И воюют по полной. Если мы говорим, там мы принимаем самый большой бюджет военный сейчас. А давайте-ка его сравним с совокупным военным бюджетом основных стран, спонсоров Украины. Это примерно одна десятая часть. Чтобы было понятно, насколько разные возможности. У нас прекрасная промышленность, у нас прекрасные организаторы. У нас очень много чего делается, но необходимо все равно мобилизация страны и общества. В конечном итоге, вот эта вот война с одной рукой за спиной и под, так сказать, петарды и салюты, она обойдется нам намного дороже, чем действительно год серьезной войны, когда все общество работает на войну и все общество занимается тем, что должно сокрушить и победить. Бла-бла-бла-бла. Российская армия воюет на максимум своих возможностей. И они это прекрасно знают. Что они хотят? Чтобы масса народа отправилась добровольцами? Они не пойдут. Они за бабки даже уже не идут. А это значит вопрос о мобилизации. Если хотите дальше наступать, нужно мобилизировать россиян. Россияне не очень-то хочут. Нет, ну понятно, что они поставать не будут. Тут будут *** в украинских степях. Пока такой настрой. Но риски есть. Тут еще, вот мы когда говорим об поставках оружия, есть же такой тренд. Прочитайте новости, например, на портале Милитарный. Там же не только сообщения о том, что российские *** расстреляли 16 украинских военнопленных. Там масса сообщений о том, что западные компании, ну фактически чуть ли не каждый день, та или иная компания с мировым именем открывают в Украине филиалы. Ремонт, производство военной техники, производство боеприпасов. Ну, то есть, я правда не знаю состояние украинской армии, не знаю сколько у нас резервных частей, где они. Но что-то мне подсказывает, что такие вот монстры мирового уровня, это все западные компании, ну едва ли бы открывали здесь предприятия, если бы было бы все так плохо, страшно и безнадежно. Хотя, еще раз, когда мы меряем войну результатом финальным, мы никогда не забываем о каждом флаге, который развивается над могилой украинского воина. Вместе с тем, исторический оптимизм-то какой-то испытываешь? Как-то, ну не весело, ну согласитесь, а праздника нет и не будет, пока не будет использован этот патрон 8-миллиметровый от Макарова за 25 рублей. Может быть не хватает чисто как бы в масштабах, то есть, сформировать бы еще к весне пару армий и ударить так, по-настоящему. Но то, что мы по всем параметрам превосходим. Знаете, резервный фронт, да? Степной фронт. Да, совершенно точно. А для этого нужно проводить мобилизацию. А мобилизацию маньяк не хочет проводить по определенным причинам. Экономика, да все-то понятно. Они боятся даже, что, а вдруг они восстанут. Ну, я не знаю, я в это вообще верю с большим трудом. Кажется, это абсолютно нереально. Ну, а пока, пока как они воюют? Не хватает, чисто говоря, проще объемов. Понимаешь? Вот объемы нужны. Знаешь, есть такое понятие военное. Текущий временный некомплект. Убитые, раненые, отпускники, больные, сочинцы и все остальные. Вот нам надо сейчас воевать не на уровне того, что мы прикрываем текущий временный некомплект теми пополнениями, которые идут. А нам нужно все время наращивать, наращивать, наращивать. Да, все прекрасно у российских нацистов, только проблема с солдатами. А так все хорошо. Все эти сравнения с Второй мировой войной и даже с этими мифами о Второй мировой войне, ничего общего не имеет с российским нацистским вторжением в Украину. Почему? Потому что фуражка Гитлера, она хранится в Москве. И она жмет, эта фуражка. Я понимаю, что ее одевал и медведи в свое время. И Путин ночами на голое тело одевает, и Алина где-то в дальней темнице, в дальней комнате воет на Луну. И заметьте, как-то они синхронно грустят. Не только вот этот вот, как его назвать-то, российский пропагандист под этим брендом «Рамзай». На могилке пусть себя это напишет. А как, на ваш взгляд, развивается ситуация на украинских фронтах? Как я понимаю, они пытаются сейчас стретачить силы для очередной атаки в Курской губернии. То есть, несмотря на де-факто падение Угледара, ну, там, если не часы, то дни и судьба его будет решена. Но, тем не менее, фронт трещит-трещит, но сопротивление жестокое на всех направлениях. Ну, дело в том, что вот мы иногда себя обманываем в том, что некоторыми репортажами о том, что морально-психологическое состояние личного состава вооруженных сил Украины неудовлетворительное, что там наблюдаются случаи отказа от ведения боевых действий, ухода с позиций и так далее. Но если бы обстановка развивалась именно таким образом, как иногда делается в наших некоторых сообщениях, то мы наверняка были уже на левом берегу Днепра. А кто там больше всего за разрыв отвечает, за прорыв? А, обычно Скобеева любит как-то поднять вот этот вот градус патриотизма, что Рашка уже идет везде вперед. А вот тут другие нацисты из той же команды как-то с недоверием относятся. Это при том, что, еще раз, все это сказано вот сегодня, когда у нас для нас тяжелый день, и таких тяжелых дней будет много. Но там что-то вот подозревают, кажется. Но дело в том, что действительно сопротивление оказывается ожесточенное. И в этом плане даже надо до определенной степени вот критически относиться ко многим сообщениям и даже украинских экспертов, которые рассказывают там о каких-то своих крупных недостатках. Вполне возможно, что это делается и в плане информационно-психологического противоборства. Ходоренок в прошлом порядочный человек, теперь заслуживает пулю из той же обоймы, что и все остальные. Он говорит о том, что у Украины и ее союзников есть еще чем боевать. Чем, кем и есть секреты, которые могут быть использованы в будущем. Не просто так, тут есть всякие словечки на тему такого в публичном пространстве, что Украина захватит Белгород и Курск. И еще раз, казалось бы, они идут в наступление, но как-то слишком грустные, грустные и печальные. А пока ситуация такая. Да, у нас есть определенные успехи. Это и Уголедар, это и обстановка в районе Покровска и Торецка. И иногда даже кажется, что украинский фронт начинает сыпаться. Но тем не менее, у противника в настоящее время готовятся стратегические резервы. Вот я имею в виду эти 14 бригад, которые они еще не вводили в сражение. И вполне возможно, что в критический момент обстановки на фронте именно эти резервы будут задействованы. Так что, прошу прощения за такое выражение, что шампанское открывать рано, несмотря на все успехи наших вооруженных сил за последнее время. Обстановка достаточно сложная, обстановка достаточно сложная. И противник не демонстрирует ничего такого, чтобы говорило о его там ослаблении. Вместо шампанского в один прекрасный момент вы выпьете коктейль имени Кирилла Буданова. Кстати, эти долбанные победители. А что там Курск? Давно как-то не слышали. Кстати, несмотря на некоторое заверение на начальном этапе, в котором уже месяц, о том, как быстро мы решим проблему в Курске, что-то пока я не вижу никакое быстро. И мало ли, те комментарии, которые были сделаны людьми с большими погонами, они как-то так вот сейчас к ним не возвращаются, а ситуация очень сложная. Оказалось бы, тогда обещал день, два, три, и проблема будет решена, два месяца, и сопротивление вооруженных сил Украины на этом участке линии боевого соприкосновения не то, что не ослабевает, а он продолжает контратаковать, удерживать свои позиции. И вовсе даже не намерен там приступить к какому-нибудь, не то что беспорядочному, а даже и организованному отходу. И, по всей видимости, все-таки обстановка на этом участке фронта будет рассматриваться руководством Украины в дальнейшем. Вполне возможно, что в дальнейшем, как один из политических козырей при ведении переговоров. Ну, такая ситуация тоже не исключается. То есть, предложение бывшего мэра Суджи, оно в силе. Ну, в смысле, что Суджи – это Украина, как и Краснодарский край. Это вот такие теперь там настроения. Но это не все. Вот правда. То есть, когда ты послушаешь, такое впечатление, что солдаты НАТО уже стоят под Москвой. И, опять же, что нужно заканчивать быстрее СВО, потому что это все очень и очень долго. А этот же человек, в прошлом не нацист, хотя это же россиянин, едва ли так возможно. Что он тут говорит? Он говорит о том, что Путин сделал так, что вокруг России исключительно, везде враги. И, наконец, немного о геополитике и стратегии. Вот что касается угроз, которые существуют для нашей страны, там и в Арктике, и с Запада, и с Востока, и с Юга, и со всех остальных направлений. Ну, конечно, в реальности это имеет место быть. Но в то же время, смотря, ну, опять-таки, на десятилетия вперед, все-таки это не есть хорошо, когда страну со всех сторон окружают разного рода угрозы и вызовы. И все-таки в перспективе это надо все-таки стремиться к нормализации отношений. Вот выступлю с позиции Холубя Мира, может, где-то сомкнусь с ним флангами. Все-таки основное направление и внешней политики, и деятельности государства не должно заключаться в том, чтобы плодить врагов, по большому счету. Но послушаешь этих чертей, получается, что задача Владимира Путина – это как раз и производство врагов по всему периметру. Из последних, между прочим, список врагов понемножечку записывают Китайскую Народную Республику. В некотором роде это что-то новое. Ну а этот Голубь Мира… Нет, Голубя Мира этого в полен брать не будем. Только пуля. Только 8 миллиметров. Хотя, возможно, это будет пуля 9 миллиметров. Натовского братца. Почему? Да потому что Украина – это Запад. Это очень правильно. Поэтому я считаю, надо доходить до естественных преград. Например, до Атлантического океана. Тогда сразу и врагов плодить не надо. Сразу проблема решается. Что мы будем с рыбками ругаться? Все-таки я надеюсь, что когда-нибудь отношения со многими нашими соседями будут нормализованы. Поскольку, ну, например, каких-то глубинных, вот таких геополитических разломов, противоречий, вот, ну, между теми Соединенными Штатами и Российской Федерацией по-большому нет. Хотя, надо прямо сказать, что сейчас взаимоотношения находятся не то, что на нулевом уровне, а может на уровне минус 273 градуса. Согласитесь, Соловьев, а он вообще-то главный род Владимира Путина, он выглядит жалким. С жалким, потому что все вот эти вот слова, а-ля два с половиной года назад, что мы дойдем до проливов, до Атлантики, всякое такое, происходит в то время, когда, внимание, да, они взяли важный укрепрайон, угледар, да, нам больно, да, мы никогда им не простим, но они потратили на это два с половиной года, ну, и плюс Курская область. А этот престарелый мудила на каком-то этапе в этой студии говорит, надо идти до Атлантики. Слушайте, я вот все жду, когда терпение у НАТО закончится. Есть все для этого основания, вот правда, со всех точек зрения, потому что эта страна, террористическое образование несет угрозу всем. Ну, и, кстати, они тут прекрасно понимают, что угледар это не конец истории. Но есть всегда еще и эффект исполнителя. Я не думаю, что вот можно что-то в Вашингтоне и в Москве решить, и украинцы там скажут, да-да, мы все будем делать. Нет. Они сейчас дошли до такой стадии, когда они торгуются, они пытаются навязать свою волю, они создают свои лоббистские структуры на те самые деньги, которым выделяет Запад. То есть здесь все отнюдь не так просто. Смотрите, как мудозвонок кидает из стороны в сторону. То он Атлантику штурмует, то нет, то Украина сильная и беспощадная, а беспощадная – это правда, за это щадить никого нельзя. И не только угледар в списке неотомщенных украинских городов. Одно можно сказать точно, что до 5 ноября каких-то событий в этом плане из ряда вон и не произойдет по определению. Потому что и уходящая администрация Соединенных Штатов не оставит своим преемникам какого-либо тяжелого такого наследства. У них просто это не принято. Не принято в такой предвыборный период принимать какие-то решения такого долговременного характера и оставлять какой-то комплекс проблем своим преемникам. Поэтому до 5 ноября, наверное, все тенденции или, как модно говорить сейчас, треки и тренды будут выдержаны. И о каком-то перемене ситуации можно будет говорить только после американских выборов. То есть, что получается? В эфире очередной раз, в миллионный раз, они говорят, что будущее Владимира Путина зависит от решений в овальном кабинете. То есть, по факту Соединенные Штаты в любой момент могут добавить немножечко номенклатур вооружений и будут вынесены за границы Украины. Это важно. Так вот, что интересно. Понятно, что все ждут выборов. Мы ждем выборов. Они ждут выборов. Американцы ждут выборов. Но не только они. Тут есть мнение, что и во Франции на это смотрят, вообще в Европе смотрят. А все почему? Потому что какие возможности есть? Так же, как знаешь, вот сейчас меня очень смущают люди, которым кажется, что вот все, мы победили, и Запад не даст дальнобой. Вот сегодня там очередной француз заявил, что нет, они не отказываются ни от идеи дальнобоя на передате Украине, ни введения войск Франции. Это там очередной министр, кстати, выглядит таким же пи***ем, как и руководитель Франции. Либо сейчас американцы сказали, а есть же дальнобой наружу самой Украины, вот пусть они куда хотят, туда и бьют. То есть ясно, что сейчас будет такая идея, что сделать вид, что это Украина производит сама. Во многом так оно уже и происходит. Тут единственное, что кто тут человек на букву П, и понятно, что этих двух, да и только, весь российский пропагандистский цех, независимо от пола, можно называть словом на букву П, и не в умешительно ласкательной форме, а потому что они РЫ. Пи, да, и вы понимаете, почему они РЫ. К сексуальной ориентации это не имеет никакого отношения. То есть никто не собирается прекращать войну с нами. Все будет идти только по нарастающей. Ну и вообще, честно говоря, не понимаю, с чего вдруг решили, что у нас какие-то вопросы, так сказать, близки к решению. На самом деле совершенно очевидно, что, во-первых, будет продолжаться полная поддержка. А им хочется закончить войну вот здесь и сейчас, вот прямо сейчас. Почему? Потому что они торопятся, потому что понимают, экономика меняется, настроения вражки меняются, желающих прекратить войну с каждым днем будет становиться больше. А бомб у нас будет становиться больше. Я исхожу из этого. А вы? Верим в Сбронесылы Украины? Подписываемся на мой YouTube-канал. И да, Украина была, есть и будет. А российским оккупантам могила. И честь тем, кто защищал Углидар. Мы все поварнем. До зустречи. Продолжение следует...